Добро пожаловать в Доту! Всё в рамках Конституции! Сраное колдуньё! Я думаю, нужно убегать! Вы же это и будете размещать в игре? Ой-ой-ой-ушки, ой-ой! Сегодня я расскажу о провале русской озвучки Дота 2, а также как глава проекта собрал донаты, чтобы поехать в офис Valve и посидеть у лифта. А тебе я напоминаю про лайки и не скупись на 4 слова в комментах. Топ комменты залетают в следующий ролик. В начале 2014 года все персонажи в Доте были озвучены на английском, испанском, китайском, ну и ещё парочке языков, но среди них не было русского. И тут появляется вот такой анонс. Всем привет, меня зовут Дмитрий Кузьменко, компания Strategic Music. Новый выпуск наших видеоблогов, который посвящён записи русского озвучения для игры Дота 2. Strategic Music это частная компания Дмитрия Кузьменко, того самого парня из ролика. И до этого они уже записали озвучку для нескольких игр Mail.ru и вроде как что-то для World of Tanks. Хотя это не стопроцентная инфа, поговаривают, что ту озвучку в итоге не приняли. В первом же ролике с озвучкой были представлены переводы стриков убийств. И вот вам парочка вариантов слова Rampage. Ну, тут любому дотеру понятно, что переводчик даже не устанавливал игру. Кстати, в этом же ролике были показаны фразы основного комментатора происходящего. Добро пожаловать в доту. Верхняя башня разобрана. Курьер темных проиграл. Голос просто шикарный, но фразы это... Даже сама актриса отметила всю нелепость происходящего. Светлые порешили Рошана. Вы же это и будете размещать в игре? Как хотите. Ну, несмотря на очевидную корявость некоторых реплик, озвучка собрала гигантский хайп. Ну, оно и понятно. Многие всю жизнь мечтали услышать любимого героя на русском языке. Правда, через неделю вышла озвучка Рики. Клиент не зря доплатил за срочность. Рики победил! Абра-кадабра! Я Рики, а тебя уже нет. Меня зовут Рики. Я тебя убил. Ладно, ладно, я рофлю. Последняя вставка была из пародии на озвучку Strategic Music. Но в некоторых ситуациях вообще разница-то и не так заметна. Сравните. Нет! О нет, меня убили! Ну вот уже после такого дотеры не сдержались и полили Дмитрия и его студию ведром... критики. Мало того, что озвучка была вообще без эмоций, так ещё и опять были эти невероятные фразы. Сраное колдуньё! Это, если что, был перевод фразы Shitty Wizard. Ну а чё, переводим дословно. Кого волнует, что в английском это шуточная фраза, которая больше сродни нашим... Ах ты ж сучёныш! Ой-ой-ой, ушки-ой-ой! В то время я был главным редактором про доты и связался с Дмитрием Кузьменко для интервью. Если бы я только знал, что это за человек. Уже после его ответов стало понятно, что он, мягко говоря, не в адеквате. Например, вот он утверждает, что выбирал актёров просто по знакомству и ориентируясь на свои предпочтения. А вот здесь Дмитрий утверждает, что за весь перевод отвечает лично он сам. И именно он решил внести изюминку в озвучку с помощью всякого колдунья и абракадабры. Интересно, что сам Дмитрий увиливал от вопросов о сотрудничестве с Valve. Но вскоре сами Valve выпустили заявление. В нём говорится, что Strategic Music делают всё за свой счёт и никак не связаны с Valve и официальной озвучкой доты. Правда, это никак не остановило Кузьменко. Он продолжал хайпить, привлекая к озвучке медийных личностей. Вместе с каждой новой озвучкой появлялись и новые казусы. Вот, например, зарабитчанка Луна. Луне слава. Я думаю, нужно убегать. Слышишь? Звери рыдают в бору. А Фурион-то из Беларуси. Вы чё, не знали? Чурак готов. А? Уф, обратно пекёть. Чего? Уторву конечности. О-о-о-о, сори, сори, сори. Я не хотел. Давайте лучше вместо этого послушаем озвучку папича. Может, она получилась мемной? Буду озвучивать царя чертей. Бухайся на колени. Накал тебя. Палатируюсь во второй раз. Всё в рамках Конституции. На этот момент русскоязычное сообщество ДОТ разделилось на три лагеря. Первым нравилась эта озвучка, несмотря на все косяки. Вторые её откровенно хейтили и всячески унижали. Ну а третьим, по сути, было всё равно. Их устраивала англоязычная озвучка. А, ещё были те, кто просто рофлил. Я такое бревно в постели. Мой хук такой же кривой, как и бездарная шутка про поезд пассажирный. Ведь нет такого слова пассажирный. Есть слово пассажирский. Кстати, в озвучке Pujat Strategic Music Кузьменко умудрился переплюнуть в своё же колдуньё. Прошло полгода после первой озвучки от Strategic Music. И тут Кузьменко выбрал очень странную тактику. Он призвал всех фанатов спамить на почту и в социальные сети сотрудников Valve. Чтобы те добавили озвучку в игру. Естественно, Valve отреагировали негативно и лишь были настроены против Strategic Music. Да ладно! Да ладно! Дальше Кузьменко идёт на хитрость. Он пытается привлечь на свою сторону Reddit. Для этого создаётся специальный трейлер с англоязычным обращением. Привет, Valve корпорация. Меня зовут Дмитрий Кузьменко. Пожалуйста, смотрите трейлер русских голосов для Dota 2. Где-то здесь нашли схрон с посохами и свитками. Медлить достаточно. Взметись под тебя. К чёрту бизнес. Они меня здорово взбесили. Посох Чёрного Короля. Теперь меня не остановить. Сначала топик на Reddit взлетел до небес. И, казалось бы, вот он, успех так близко. Но потом в тему ворвался я. Да-да, мне вообще-то была не безразлична судьба Доты. И никакого царя чертей я в игре видеть не хотел. Я по пунктам пояснил, почему озвучку Кузьменко нельзя добавлять в игру. Мой комментарий в итоге набрал почти столько же голосов, сколько и сама тема от Дмитрия Кузьменко. После этого тема с озвучкой как-то подзатухла. Но тут вдруг внезапно оказывается, что Кузьменко зарегался на сайте про Доты. Огрёб там по полной и решил написать заявление в полицию. Якобы ProDota организует на него хакерские атаки и вообще должна немедленно удалить всех неугодных юзеров. А то Дмитрий обратится к властям. Естественно, ProDota послала его подальше вместе с его требованиями. Но что интересно, Дмитрий таки написал заявление в полицию. Правда не на сайт, а на конкретного юзера под ником Fortek. И Fortek'у реально позвонили из полиции и попросили удалить некоторые сообщения с ProDota. Прошёл целый год с момента первой озвучки и Дмитрий придумал новую тактику. Он решил добавить весь контент озвучки в мастерскую Steam и заспамить это всё голосами подписчиков. И в общем-то на начальных этапах это сработало. Тема с озвучкой она вышла в лидеры мастерской. При этом сам Кузьменко всё ещё рассчитывал на поддержку Valve. Это зависит от того, как с нами будет сотрудничать Valve. Как скоро они начнут с вами сотрудничать, учитывая то, что сейчас мы их уже пинаем в воркшопе. Потом был месяц тишины от Valve и Кузьменко вновь поменял стратегию. Теперь он предлагал фанатам самим платить за озвучку каждого героя по 30 тысяч за штуку. Правда что-то пошло не так и за три месяца сборов из необходимых двух с половиной миллионов он собрал 80 тысяч. Через некоторое время Кузьменко всё-таки вышел на локализаторов Valve. Но там не то что договориться, он реально перешёл на оскорбление и послал всех. Дальше была попытка заспамить личную страницу Аларика, одного из немногих русскоязычных работников Valve. Закончилось это блокировкой Кузьменко. И тут Дмитрия осенило. Ну конечно, нужно ехать в Сиэтл и говорить с Габеном. Кому нужны эти локализаторы, аларики, когда можно прямо перетереть с начальством. Деньги на поездку в Сиэтл естественно были взяты с донатов на озвучку. По итогу Кузьменко пришёл в офис Valve без приглашения, посидел чутка у лифта, узнал у секретаря, что к нему никто не выйдет и на этом всё закончилось. Чуть позже сам Аларик расставил все точки в этом вопросе. Он пояснил, что Valve никогда не будет работать со Strategic Music и что Кузьменко обычный лжец, мечтающий наживиться на нашем комьюнити. В ответ Кузьменко выпустил вот такой видос. Дискульт привет из Сингапура. В любой непонятной ситуации всегда идите в бассейн. Ну всё. Счастливо. Буквально через месяц Valve объявили об официальной русской озвучке Dota 2, и Кузьменко пришлось сворачивать удочки. Но на этом история не закончилась. Кузьменко не сдавался и решил переводить Fallout 4. Тут-то под руку этого неадеквата и попался NS. Ярослав выпустил обращение, где заверял, что Кузьменко обычный мошенник и никакие проекты он озвучивать не станет. В ответ Кузьменко уже по традиции пообещал написать на NS заявление за клевету. Правда чуть позже выяснилось, что на озвучку Fallout'а собрали 450 тысяч рублей, и Кузьменко их успешно потратил вроде как на поездку в Сингапур. Ну а что же сейчас делает Кузьменко? Последнее видео на канале Strategic Music, которое теперь называется Bonaventura, вышло год назад. По количеству просмотров и проценту дизлайков уже можно понять, что репутация проекта угроблена напрочь. Давайте послушаем самого Дмитрия. Вот я решил реанимировать свой канал, на котором все-таки 100 тысяч подписчиков и даже кнопочку мне за него когда-то дали. Я вам почитаю. Мы лежали, крепко прижавшись друг к другу, и земля не казалась нам жесткой, холодной и сырой, какой она была на самом деле. Короче, пал наш герой. Зато я не пал. Я Морф. А ты ставь лайки и пиши комменты. А еще посмотри вот эти вот видосы. Что ж круто для рукой на наш герой ТВ. Может быть что случилось Что и специ emptочку на наш герой. Как смотрят все. 은 Синец.